Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас с вами будет рубрика «Куплю-не куплю». Сегодня я расскажу о пяти ароматах, которые меня заинтересовали, о покупке которых я думаю. И, возможно, вам тоже будет интересно узнать мое впечатление об этих ароматах. И давайте приступим. Как всегда, название всех ароматов будет в описании к этому видео. Также оставлю ссылочки на все ароматы в инфобоксе. И также оставлю свой промокод вам на скидку на 10% на сайт Рандеву. Промокод мы суммируются абсолютно со всеми акциями, скидками и выгодными предложениями на сайте. Поэтому обязательно применяйте мой промокод и экономьте. Давайте приступим. Начну с такого уже нашумевшего, наверное, аромата на просторах YouTube. Это бренд 2787. Я, кстати, рассказывала, наверное, об ароматах данного бренда, может быть, пару месяцев назад. Мне прислала отливантики на эти ароматы Рита. И на тот момент вообще никакой информации я не видела на YouTube. Как-то не популярен был этот бренд. Но смотрю, за последние пару месяцев прям бренд набирает популярность. Многие о нем рассказывают. И сегодня мы с вами поговорим про аромат Вандервогл. Вот таким вот образом выглядит пробничек. Это фирменный пробник, который мне прислала также Рита. За что ей огромное спасибо. И аромат здесь у нас, в принципе, интересен тем, что здесь у нас нота мята, ноты шесо, то есть нота аниса. Все ноты, которые отвечают за такую свежесть. В принципе, для лета это очень даже классно. Я вот с огромным удовольствием, видите, пробником этим пользуюсь. Уже половина выпшикала. Я все никак не могу понять, нужен ли этот аромат или нет. На старте он мне чем-то напоминает аромат этого бренда, этого же бренда, который называется Хамаса, на тему кокоса, пляжа, что-то в нем есть. То есть, когда я его сначала распыляю, я прям ощущаю ноту кокоса и какой-то сливочности. Потом это все быстро утихает. Я начинаю действительно ощущать ноту шесо, ноту мяты. Но почему я еще не приобрела его? Потому что на мне он звучит как-то не слишком ярко. То есть, чтобы мне его ощущать, мне надо нанести на себя, наверное, пшиков 6-7. И как-то очень быстро он стихает. То есть, для меня он пока какой-то отчасти аромат-невидимка. Есть вот эта вот мята, есть вот эта свежесть. Аромат 100% унисекс. Он подойдет как девушке, так и молодому человеку. Свежий, да. Но вот пока вот я думаю, стоит, не стоит, потому что пока он для меня периодически какой-то неуловимый. То я его слышу, то не слышу. Но если хотите аромат на тему мяты, свежести, то присмотреть. Действительно интересно. Возможно, себе его приобрету. Мне кажется, на жару он, наверное, будет больше подходить. Потому что в жару как-то все равно ароматы звучат ярче. Возможно, в такое прям жаркое время года он себя очень хорошо проявит. Пока думаю, но больше да, чем нет. Следующий аромат это Mancera So Blue. Мне, кстати, очень понравился этот аромат. Я с ним познакомилась в аромабоксе. И действительно меня он впечатлил. Чем? Да, он не какой-то там супер необычный. Но мне он чем-то, напомню, Байреда Бланш. В нем тоже есть вот эта такая свежесть. Прям хочется мне его нанести прям на кожу. Он действительно свежий. В нем, с одной стороны, есть какие-то цитрусы. Немного я ощущаю древесности, мягкая. И при этом есть какие-то морские ноты, даже какая-то солоноватость морская. И на коже он у меня звучит прям такими нотами порошка с приятной фруктовой отдушкой. Интересно. Да, конечно, может быть, он не звучит супер необычно. Но на лето очень такой интересный вариант. И я к нему присматриваюсь, разнашиваю. Возможно, себе его приобрету. Следующий аромат это Lancome Edole версия Nectar. Интересно мне было познакомиться с этим ароматом. Но по факту, что могу сказать, он для меня очень похож на классический Edole тем, что он такой же розный. Тут у нас три вида розы. И классическая, там, по-моему, и дамасская, и еще какая-то. В общем, три вида розы. Уже присутствует карамель, ваниль и попкорн. И да, что-то в этом есть. Есть вот эта сладость попкорна. Есть немного солоноватости и роза. В принципе, стандартная композиция Edole, в которую добавили немного попкорна и сладости. Приятный, интересный, но я себе его приобретать не буду, потому что у меня много есть похожего. И, в принципе, можно смешать, допустим, Пакарабан попкорный вместе с Edole. И получится что-то похожее. Следующий аромат, это у меня будет, так, давайте, это у меня будет Сальвадора Феррагама, новинка Форрест Десета. Аромат вообще в пирамиде, кстати, пирамида у него, заявленный орех, ветивер, шалфей. И, по-моему, так же, как и в предыдущем, то есть у них два, две новинки вышло, по-моему, заявлен шоу. Но, когда я его вдыхаю, для меня это ярко выраженный сандал, прям такая древесность и солоноватость. Мне кажется, это прям супер такой, знаете, аналог аромата Сандал 33 от Lilabo. Возможно, они, может быть, хотели что-то подобное, но сандала нету в пирамиде. Есть грецкий орех, я грецкого ореха не слышу. Возможно, это какие-то перегородочки грецкого ореха, то есть есть ощущение какой-то древесности, да. Но в большей степени это такой древесный, солоноватый сандал. И все, то есть я в основном ощущаю сандал. А покупать себе не буду, потому что у меня есть похожий аромат на Сандал 33. И минус в этих ароматах в том еще, что, ну, в принципе, иногда заявлены как такие вот легкие летние поливашки, такой колой, но как-то нет. То есть совсем стойкость небольшая, пару часов, он как-то быстро слетает. Да, приятно сходит, не уходит ни в какую там неприятную базу, но тем не менее как-то скучновато. И последний аромат на сегодня, тот, о котором я прям думаю, вплотную грежу этим ароматом отчасти. И это аромат от Killian, который называется Good Girl Gone Bad, версия Extreme. Да, кто-то скажет попсятина, уже не актуально, но знаете, что могу сказать? Я, в принципе, хочу себе из классической линейки какой-нибудь аромат от Killian. И я все смотрела, какой же аромат мне нравится. Думала про Love Don't Be Shine, про Love, но понимаю, что у меня есть один аромат. Это аромат от бренда Parfum de Marley Ariana, который похож на Love. Love Don't Be Shine, он очень похож с ароматом от Memo, в принципе, тоже. Мне, Синтру, тоже как бы нет смысла у меня есть этот аромат. А вот Killian Good Girl версии Extreme мне понравился. Понравился он не чем, а тем, что в нем красиво очень звучит именно вот эта молочность вместе с персиком. В принципе, аромат очень похож на классическую версию, то есть это вот такое вот какое-то персиковое звучание именно с мантус. А табачности, как таковое, здесь не ощущаю. Но здесь красиво все это разбавили молоком. И сейчас я понимаю, что этот аромат, точнее, на этот аромат похож мой любимчик от Уса, который называется Тубероза. Тубероза я вам показывала, молочная Тубероза. И теперь я понимаю, чем вдохновлялись Уса и, скорее всего, вдохновлялись именно Good Girl версии Extreme. Потому что он был похож чем-то на Good Girl, но я вам говорила, что это не копия, там больше молока и сливочности. И, в принципе, можно было бы остановиться, потому что у меня есть небольшой тревел-формат, по-моему, 15 или 20 мл от Уса, пользоваться им и радоваться. Но мне хочется флакончик от Killian. У меня нет ни одного флакона из этой линейки, и мне понравился аромат. И, конечно, в принципе, и Уса очень звучит ярко и стойко. И вам, кстати, на заметку, если хотите сэкономить, то можно приобрести тот аромат. Он действительно молочная Тубероза, он очень похож на девочку версии Extreme. Но мне хочется этот флакон. Очень, конечно, цена кусается. Возможно, я себя порадую и все-таки куплю тот аромат. Пока думаю, но мне он понравился. Очень стойкость шлейф, все просто бронебойно. И вот этого мне именно не хватало в девочке. Вот такой вот молочности и сливочности. Поэтому очень хочу себе его приобрести. У кого он есть, пишите ваше мнение. Похож ли он сильно на классическую девочку, на ваш взгляд? Мне кажется, да, он похож, но все-таки очень классная молочность в нем присутствует. Вот, рассказала вам о пяти ароматах. Пишите просто свое мнение об этих ароматах. Сходится у нас с вами оно, либо же у вас оно противоположное. Будет очень интересно. И встретимся с вами уже завтра. Огромное спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok